Дорогие коллеги, сегодня у нас вторая встреча по курсу психологии и искусства. Мы в прошлый раз говорили о предмете и методе этой науки, а сегодня мы скажем о том, как эта наука собирается, из каких частей. Например, как менялось значение ключевых терминов, почему, скажем, стал возможен психоанализ, в том числе и как подход к исследованию искусства, и почему ресурсом психологии и искусства, прежде всего в проекте Льва Семеновича Выгодского, становятся и дискуссии вокруг вроде бы эстетики, или же дискуссии вокруг психологии восприятия, социальной психологии, то есть то, что мы не отнесем непосредственно к психологии восприятия некоторого творческого продукта, но тем не менее, что входит в психологию искусства. И для этого опять проясним, как менялось значение ряда ключевых слов, начиная с таких слов, как, например, фантазия, и сразу ли возникло это противопоставление фантазии и реальности, или, например, такие понятия, как аффект, о котором мы уже говорили в прошлый раз, но сегодня скажем то, что не было сказано, или же понятия опыта, переживания, или памяти, то есть тех, которые и образуют способ разговора об искусстве. Начнем, собственно, с понятия о фантазии, воображении, которые несколько раз меняли свое значение до того, как утвердилось каноническое значение, скажем, в психоанализе, где есть представление о фантомах воображения, то есть о фантомных переживаниях, принципиально отличающихся от опыта реальности или эффекта реальности. Собственно, слово фантазия, это греческое слово, оно того же корня, что и, например, слово феномен, или слово фос, свет, то есть все это происходит от глагола файна, являть или показывать. То есть в первоначальном смысле фантазия, это нечто явленное на показ, что примерно соответствует нашему такому вульгарному слову показуха. Например, словом фантазия в античности могли назвать роскошь. Примерно как и в старом русском языке говорили барин с фантазией, имеется в виду барин склонный к роскоши и необоснованным тратам. Также словом фантазия называлось то, что мы называем призраками. И это слово вошло было в старо-французской огласовке в виде фантом во все европейские языки. И по сути слова фантазм, которые используются в психологии, и фантом, которые предпочитают психоанализ, это одно и то же слово. То есть определенным образом построенное явление, призрак, привидение. То есть то, что мы опознали как видимое, но реальность чего не может быть заключена из каких-либо наших рассуждений. Тогда как то, что мы называем воображением, существовало и в античности, но называлось скорее лепкой, пласма по-гречески, откуда наша известная пластика, пластмасса и так далее, и противопоставлялась понятию прагма, то есть факты, дела. И то слово пласма, оно означало любой вымысел, как целесообразный, например, басни, так и нецелесообразный. Примерно как мы говорим про человека, любящего выдумывать, что он лепит все, что угодно. Лепит, значение формирует, и как раз это полностью отвечает античному понятию о пласме, то есть притворству, вымыслу и способности лепить из речи любые ситуации, создавать те ситуации, которых на самом деле не было. В этом смысле пласма описывает эффекты речи, тогда как прагма эффекты самой реальности. И может быть, поэтому пласма может оправдываться, как, например, доказательство всемогущества речи, а может, наоборот, осуждаться, как то, что не может вызывать доверие разумного человека. Тогда как понятие о воображении, имагинация, это латинское, и имеется в виду под имаго, именно образ, который создается, то есть тоже определенным образом лепится и всегда создается для каких-то целей, как некоторая модель. То от противопоставления фантазии и воображения, которое мы знаем, когда фантазия понимается как более творческое начало, чем воображение, в отличие от античного понимания, где фантазия, это скорее призрак, это скорее реальность или призрачная, чем действительно какая-то работа нашего сознания. Такое понимание обязано прежде всего предромантическим эстетическим поискам и поискам в Англии. Таких авторов, как, например, Норд Шефтсбери, или поэты озерной школы, такие как Ватсфорд и Колридж. Все эти авторы восемнадцатого века, они настаивали на различие между фэнси и иммагинейшн. Причем от иммагинейшн имелась в виду работа ума, то есть способность ума создавать модели для малодоступных вещей, моделировать разные вещи и ситуации, очевидность которых не сразу понятна, но которые нужны для того, чтобы охватить все множество вещей. Тогда как от фэнси фантазии подразумевалась способность сразу явить весь опыт внутри некоторого образа, внутри некоторого такого многозначного поэтического образа, внутри какого-то всеохватного такого можно сказать символа. например imagination позволяет нам переноситься в дальние страны, скажем представить себе Америку, в которой мы не были или же были давно и поэтому нуждаемся в представлении. Тогда как фэнси позволяет нам представить всю землю или все человечество. Оправданием для фэнси было то, что в принципе есть понятия, которые необходимы нам для познания окружающего мира, но которые в принципе невозможно не только познать на опыте, но и вообразить. Например, то же самое понятие о человечестве или о мире мироздания. У нас никогда не будет того опыта, рассуждал, скажем, корридж поэт, который позволит нам познакомиться со всеми людьми, живущими на земле или же понять, как вообще устроен весь мир. У нас нет той позиции, с которой мы могли бы рассмотреть мир как целый. Следовательно, нам для этого нужна фэнси, а не только эммэджинейшн. эммэджинейшн нам нужно при общении с малознакомым человеком, чтобы достроить его образ и разобраться в его характере. Тогда как фэнси для некоторого понимания мира как целого, науки как целого, человека как целого и так далее. Собственно, отсюда и появляется понятие о творческой фантазии, которая так важна для нового искусства, когда она понимается, как способность создавать образы для тех вещей, которые мы даже не можем воображать на основании нашего опыта. И если мы возьмем, скажем, контекст психоанализа, то там мы увидим, что в психоанализе есть и понятие о воображении и понятие о фантазии. Понятию о воображении у Фрейда соответствует так называемое понятие об остроумии, то, что называется по-немецки Witz, а по-английски Witz. И это обычно переводится как остроумие. И речь идет о статье Фрейда остроумие и его отношение к бессознательному. Согласно Фрейду, остроумие, то есть способность связывать непохожие вещи, оно больше всего выдает в нас действие бессознательного. Так как мы не можем такое сближение создать для какой-либо практической пользы, тем не менее оно оказывается важным при освоении нами окружающего мира. Например, вот, допустим, чайник. И, допустим, его ручка или носик нам что-то напомнили. Какое-то совсем далекое от чайпития предмета. практически это ничего не означает для того, чтобы мы пользовались чайником, так как пользование чайником подчинено каким-то инструкциям, напрямую, не связанным ни с какой деятельностью специальной нашего сознания. Но такое остроумие позволяет нам еще раз осознать, например, собственное тело и его границы, например, представив голову в виде чайника. И дать по чайнику, то есть дать по голове. И тем самым показать, что наше тело имеет какие-то собственные границы и не может быть только инстанцией выполнения каких-либо инструкций, а саму представляет собой некую психическую проблему. Известно, что, например, название головы во многих языках оно близко к названиям сосудов. Ну, например, французская «tet» это латинская «testa», то есть «горшок». И склонность заменять название головы названиями любых других круглых предметов это общее свойство просторечия. Не голова тыква, не голова горшок и так далее. Согласно Фрейду, это типичное остроумие. Не в смысле, что это смешно, а в смысле, что заведомо сближаются непохожие вещи, то есть или похожие по какому-то второстепенному признаку, например, круглой формулы, а не основному признаку думающего. Думает, что голова думает, а горшок не думает. И поэтому в результате человек пытается справиться с проблемой собственного тела, что тело не до конца подчиняется его некоторым разумным замыслам, ведет себя по-своему и тем самым получается, что тело как бы не до конца нам принадлежит. И вот чтобы справиться с реакциями своего тела и возникает вот это воображение, то есть вид. Конечно, можно на это возразить, что, скажем, горшок и голова могут быть объединены и по главному признаку. Например, горшок готовит еду, в нем готовится еда, а в голове готовятся мысли. И как из горшка появляется еда, так и из головы появляются мысли. И возразить на фрейдовский, фрейдийский анализ. Но это возражение, оно будет уже не примером остроумия, а примером другого. Именно попытки понимать свое тело как некий субъект, способный к постоянному производству. То есть допущение того, что мы можем мыслить и можем мыслить постоянно. Это уже определенная работа над собой, а не остроумие как проблематизация в психике тела носителя этой психики. Также и понятие о соус... другое понятие, понятие о фантазии. Оно в психоанализе существует как понятие о фантомах, то есть о призраках и подразумевается способность нашей психики принять одну вещь за совершенно другую без каких-либо оснований. На основании скорее беззащитности нашего тела. То есть допустим как например в разобранном Фрейде Фрейдом случае так называемого человека с волками. Человек боявшихся волков как выяснилось что он на самом деле боится телесной ноготы. И детские травмы связанные с открытием своего ногого тела и тела матери они оказываются материализовавшимися в этом боязни волков. и получается что фантом как таковой это результат некоторого постоянного как бы страха перед своим телом как чем-то целым. Перед беззащитностью собственного тела. Перед его нелепостью. Перед его необычным как бы с поведением не то тело совершает агрессию в том числе агрессию сексуальную либо же наоборот оно подвергается или может быть подвергнуто агрессии. То есть психоанализ как раз говорит и о фантомах но уже о фантазии но как раз следуя вот этому романтическому понятию что фантазия берет мир или тело или человека или человеческое как целое но а не заключает остроумно от одной части к другой части например от горшка к голове от там носика к руке и так далее то в этом смысле конечно психоанализ классический психоанализ Фрейда он сохраняет во многом романтический пафос и романтическое представление о психическом опыте немного по другому происходит во французском психоанализе психоанализе Лакана Лакан как и Сартр ввел не понятие воображения а понятие воображаемое имаженех в чем разница между воображением и воображением согласно Лакану воображаемое это определенный ориентир психики наравне с реальным и символическим то есть к реальному относится сама вещь которую мы воспринимаем к символическому тот смысл который мы ей приписываем а к воображаемому способность вещи выступать в качестве чего-то значимого для нас например скажем человек смотрит на какой-нибудь допустим предмет и он пробуждает в нем воспоминание или желание допустим человек смотрит на тарелку и она почему-то ассоциируется скажем с умершими родителями в этой тарелке тогда есть реальное допустим то что человек когда родители были еще живы человек все время вместе с ними обедал есть символическое например тарелка может ассоциироваться с гробом с замкнутым кругом или с чем-либо еще с погребальным сосудом то есть сама мысль о сосуде как о замкнутом пространстве оказывается символической а психоаналитик или даже психолог мог бы на этом и остановиться и сказать что допустим человек тяжело пережил смерть родителей так что его многие вещи напоминают об этой смерти но Лакан идет дальше и говорит что кроме реального и символического есть еще воображаемое то есть наша способность отнестись к тем же самым тарелкам как к предмету дальнейшем значит как к главному допустим предмету связанному там с родительством вообще родители это те кто кормят детей и следовательно старый бы психолог до Лакан например рекомендовал бы человеку просто сосредоточиться на других вещах чтобы мысль об умерших родителях не мучила Лакан же требует прослеживать эту связку реального символического и воображаемого то есть начинать анализ с того действительно родители всегда тебя кормили или ты кормил родителей представлял ли ты их мир как замкнутый или как разомкнутый и так далее Лакан даже для пояснения отношений между реальным символическим и воображаемым вводит известную модель колец Борромео и вот кольца Борромео это модель из трех колец которые сплетены в единую цепочку причем эта цепочка получается замкнутая каждый из колец замкнута на двух других и следовательно расцепление одного кольца расцепит и другие например если разобраться с тем всегда ли родители кормили ребенка или же он просто вообразил что родители это кормильцы на основании эффектов языка а для Лакана это очень важно что внушает нам сам язык родители кормильцы то тогда человек сможет разобраться о том как он помнит родителей с чем они ассоциируются с чем что такое для него переживание родительского внимания и в этом смысле избавиться от каких-то гнетущих его состояния равно как если он разберется например с символическим например почему тарелка непосредственно замкнута а что разве в детстве не разбивались тарелки становились ли они разом или если ты сам допустим не собирал какую-нибудь если не посуду то какие-нибудь вещи своими руками то есть здесь и с символическим возможно работа то есть указание на противоречие внутри этого символа тарелка как замкнутый родительский мир мы так отвлеклись на психоанализ хотя так как у нас лекций будет довольно много мы еще не раз будем дружить с фрейдом и с лаканом потому что прояснить эти два ключевых термина нам нужно так как бытовое отношение к понятиям фантазии и воображения до сих пор встречается когда например именно фантазию отождествляют допустим с исключительно с желанием а допустим воображение отождествляют исключительно с речью например и например когда про человека говорят он воображает часто имеется ввиду что он создает некоторый ложный образ себя хотя в античном употреблении как раз сказали бы он фантазирует то есть представляет некий свой образ отличающийся от его действительного образа здесь как раз самое время уточнить то что один предмет который обычно не разбирают в курсах эстетики и общей теории искусства а именно те значения слова образ которые имеются в опыте западной философии и западной теории с этим всегда возникает множество путаницы и поэтому приходится на этом останавливаться специально потому что без этого например не понять концепцию Выгодского Выгодский в первых же главах своей книги спорит со школой формалистов как Вы помните есть формализм в искусствоведении например Вольфлер знаменитый и его например критерии там скажем линейности и живописности плоскости и глубины закрытости и открытости они подразумевают что и программа искусства в такую-то эпоху предопределяла предопределялась не столько работой тех или иных идей сколько эффектами формы например линейность ренессанса и живописность барокко такой формальный подход и позволил например Вольфлину легитимировать барокко в качестве отдельной художественной эпохи в то время как до Вольфлена это слово преимущество использовалось как ругательство ну как до этого слово готика и так далее вообще большинство терминов это ругательство изначально то есть барокко это чудачество фричество и так далее тогда как говоря формальному анализу Вольфлена оно стало признанным но выгодский спорит не столько с искусствоведческим сколько с литературоведческим формализмом в лице таких авторов как например Виктор Шкловский и Юрий Тынянов и также Борис Эйхенбаум это были молодые филологи которые заявили о том что в русской культуре в критике преобладало исключительно содержательное анализ произведений то есть произведения рассматривались прежде всего литературы как документы по социальной жизни как определенные заявления внутри социальной полемики что роман был важен как рассказ о страданиях народа и формалисты заметили что такой подход он введет к консервации многих приемов как они говорили то есть если целью искусства объявляется его социальная значимость то поневоле приемом то есть способом изображения уделяется меньше внимания они рутинизируются и прогресс собственно эстетический останавливается поэтому формалисты предложили вообще радикально отказаться например от понятия образ понятия которое было значимо для предшествующей традиции при этом и формалисты и Выгодский спорили с русско-украинским теоретиком Александром Потебней который настаивал на том что образность является не результатом индивидуального творчества а коллективного творчества что она возникает прежде всего в языке а в произведениях литературы и искусства только развертывается то есть это фольклорный подход к искусству в котором любой образ происходит прежде всего из коллективной интеллектуальной деятельности из того что называли духом языка формалисты на место слова образ поставили слово прием в то что на английский переводится как девайс обычная то есть некоторые осознаны самим автором способ использования тех или иных средств в отличие от образа прием всегда используется сознательно и всегда указывает не только на изображаемую реальность но и на природу самого искусства сравним как рассуждал Патебня как рассуждали формалисты и как рассуждал Выгодский Патебня рассуждал так что когда человечество стало осваивать окружающий мир ему человечеству понадобились какие-то емкие образы которые бы позволяли быстрее передавать приобретенный опыт для этого нужно было чтобы все вещи назывались как-то емко образно и в некотором смысле поэтично то есть нужно было изобрести какие-либо названия например скажем в ряде языков скажем окно называется так же как глаз русское окно как око или английское window то есть глаз для ветра то есть первоначально просто отдушина почему это глаз не только потому что через окно можно глядеть а потому что сам дом мыслится как некий организм у которого есть в том числе глаза то есть из потребности описывать сложные вещи такие как дом возникает согласно потебне и потребность сделать слова максимально образными указывать не только на функционал но и на место данной вещи в целом поэт согласно потебне просто развертывает эту возможность то есть например он исходя из того что окна это глаза может написать фантазийное стихотворение в котором как раз эти окна будут частью организма дом будет описан как живой и в результате будет создана большая такая фантазийная конструкция что именно здесь почему дом живой почему дом он как организм и так далее в свою очередь практическое употребление слов например когда нас окно интересует исключительно как конструкция она заслоняет эту так называемую внутреннюю форму слова то есть начальный такой вот фантазийный образный всеобъемлющий смысл теория потебни как раз очень хорошо отвечала тогдашней ориентации искусства ориентации на миофольклор на разработку народных мотивов на понимание искусства как декоративной разработки или декоративного со множеством излишеств раскрытия каких-либо простых образов то есть все то что мы знаем как псевдо национальное искусство это оно вполне описывалось системы потебни формалисты такие как шкловский или хенбаум обратили внимание на слабые стороны этой системы во первых получается что невозможно никакого творческого обновления то есть получается что у вас всегда существует один и тот же стиль и тогда непонятно как объяснить различие между средневековым искусством и современным искусством получается что оно сводится только к мелочам тогда как ясно что это различие и по существу в том числе и в понимании того что такое искусство далее получается что не эта система не описывает что же такое сам творческий акт как переход от замысла к воплощению а это противоречит уже общепринятому пониманию искусства как начинающегося с идеи и завершающегося готовой формы наконец и получается что идея для потемни может существовать только как внутренняя форма как этот созерцаемый образ например глаза дома и из него создаваемого искусства а например допустим в эврите словом глаз айн называется источник ключ бьющей из земли и получается что здесь глазами обладает не дом а земля и здесь по потемне это бы означало создание совершенно другого искусства и наконец третья слабость потемни согласно формалистам в том что получается что если искусство создается на основании образов то как понять то что образ часто становится проблемой для воспринимающего образ озадачивает пугает образ как-то может выглядеть довольно странно а тогда как в системе подобни подразумевается что образ как инструмент познания всякий раз воспринимается в готовом виде поэтому формалисты выступили с целым рядом своих манифестов например одним из таких манифестов была работа Бориса Эйхенбаума 1919 года как сделана шинель Николая Васильевича Гоголя главный смысл этой работы это отказ от исключительно социальной интерпретации данного произведения устоявшейся в русской культуре как произведение посвященного защите маленького человека от беспощадной к нему бюрократической государственной системы и как произведение написанное социальным и правозащитным пафосом вообще проницательные критики обращали внимание что все не так просто ну например тот же Акаки Акакиевич он вовсе не является бунтарем против системы напротив он является сам добросовестным участником этой системы а значит изображать как конфликт как конфликт системного и внесистемного здесь невозможно также замечательно что в щенеле мы имеем дело с изображением из которого трудно вывести симпатию героя он изображен довольно карикатурно и эту проблему задолго до Эхенбаума почувствовал Достоевский как вы помните в первом романе Достоевского бедные люди романе в письмах там главный герой Макар Девушкин читающий современную русскую литературу современную тогда жалуется на прочитанную им шинель он видит в этом карикатуру на себя как на мелкого чиновника и то что герой патетически страдает и умирает для него это не сочувствие а наоборот издевательство то есть формалисты сразу обращают внимание на то что эффекты формы они могут быть весьма непредсказуемыми и тот та же самая шинель может быть прочитана и как текст в защиту маленького человека и как наоборот издевательский текст над тем что маленький человек в конце концов все равно погибнет и та и другая интерпретация как видите обосновывается исключительно социальными установками а не собственным анализом произведения именно здесь для формалистов была и слабость теории потебня ведь если бы потебня был прав и действительно каждый литературный образ был бы просто раскрытием образов уже существующих в языке то и Макар Девушкин и допустим демократическая русская критика прочли бы этот эту повесть Гоголя одинаково но они прочитывают ее прямо противоположным образом поэтому Эхенбаум высказал другую гипотезу а именно что на самом деле как сделана щинель она сделана как рассказ о письме о том насколько может письмо быть спасительным это была проблема для Гоголя который считал у которого были мессианские идеи и который видел в своей литературной деятельности и возможность спасения человечества это для него проблема когда он изображает своего героя писаря добросовестно переписывающего документы но его эта добросовестность не спасает от трагической развязки тем самым форма произведения говорит и об устройстве самого произведения а не только о тех идеях которые в него вложены и устройство этого произведения это размышления над собственной природой творчества в данном случае как мы видим формалисты над тем допустим спасает ли письмо или в чем миссия письма или в чем миссия литературной деятельности в этом смысле формалисты принадлежат высокому модернизму который как раз мыслил любую собственно творческую деятельность как размышления над не просто над каким-либо предметом окружающего мира но как постоянное размышление и над природой самого искусства этому есть множество заявлений художников модернистов когда их спрашивали почему это так странно почему квадраты вместо людей почему там поток сознания вместо рассказа почему калаш ассамбляж и так далее они говорили что на самом деле здесь размышления не столько об окружающем мире сколько о природе самого искусства о способности самого искусства создавать что-то значимое в мире но формалисты как раз Выгодский не во всем с ними соглашается он их продолжает но в чем-то спорит с ними особенно со Шкловским прежде всего вопрос для Выгодского в том а кто собственно санкционирует этот прием это прием если это прием автора то почему читатель или зритель так легко ему подчиняется если же это прием принадлежащий не автору то непонятно чем это отличается от старого образа в смысле ПТБ как некоторого безличного начала которое одинаково принимает и народ и индивидуальное творчество и чтобы разобраться в этом споре нужно как раз обратиться к понятию об образе как оно возникало вообще и как оно функционирует слово образ русское весьма многозначное причем его этимология не вполне даже ясна имеется ли ввиду нечто обрезанное замкнутое или или непосредственно показанное то есть такое данность не вполне ясно откуда это слово но это слово переводит целый ряд греческих и латинских слов что вызывает ряд недомий одно из первое слово которое соответствует нашему понятию об образе это греческое слово схема схема соответствующая латинскому фигура схема или фигура это первоначально термин танца то есть это поза в танце а затем уже из танца это было перенесено в риторику и дальше в любые собственно словесные искусства под фигурой или схемой имеется ввиду некий эффектный оборот речи который привлекает невзомненное внимание слушателей мы говорим образная речь как синоним фигуральной речи и этот образ очевидным образ а очевидно просто размечает текст или произведение заставляя воспринимать те или иные его стороны другое слово которое переводится как образ это то что называется по-гречески иконой икон а по-латыне называется симилитуда или симулякром то есть буквально подобие это собственно в начальном смысле портрет то есть некое похожее изображение и здесь имеется ввиду возможность сравнить изображение с самим прообразом есть знаменитый портретист уже нового времени Джошуа Рейнольдс поставил известное высказал известный парадокс что мы говорим всегда про портрет что он похож даже если мы иногда не видим оригинал например мы смотрим на портрет короля говорим что скорее всего король так и выглядел при том что самого короля вживую мы не видели то есть для Рейнольдса вопрос а собственно почему портрет воздействует не просто воздействует как пример красоты или какого-то прекрасного решения несмотря на то что мы можем не знать изображенное на портрете лицо не видеть его вживе то есть это фактически вопрос как раз об эффектах образа и о том что сходство оно подразумевается в самом характере образа а не в акте сравнения как раз слово греческое слово характер то есть лет отпечаток подразумевает довольно верную копию и именно поэтому можно объяснить почему мы ценим портреты в том числе из-за жизнеподобия и правдоподобия когда лишены возможности сравнивать их с оригиналом потому что это подобие определяет их характер и наконец третье слово хотя гораздо больше это слово по-гречески эйдос или идея или уменьшительное слово эйдолон идол то есть буквально то что видит эйдолон это тогда как бы маленький вид маленькое изображение то есть статуэтка в первоначальном смысле и полотнолаты соответственно идея переводится как форма а идол как формула то есть статуэтка и формула это в общем-то одно и то же то есть это нечто что примерно соответствует понятию о модели более позднему то есть это изображение всегда условное иногда не похожее и которое ценят не за похожесть а за точность то есть допустим формула она не похожа на тот предмет который записан с помощью этой формулы но зато точно на него указывает при употреблении нашего слова образ мы постоянно из-за того что оно передает несколько значений смешиваем эти значения более того смешение оно может оказываться продуктивным например в том же рассуждении потебни что поэзия вырастает из начальной образности речи с точки если мы разберем как что на самом деле происходит то выяснится что происходит подмена когда в народной речи окно называется глазом дома это типичная фигура то есть способ обратить внимание на какой-то элемент дома просто сказать дырка это не привлечет внимание сказать что глаз дома мы сразу поймем что это вещь важная то есть происходит именно фигуральная схематическая речь подчеркивающая внимание к отдельным элементам когда же мы начинаем употреблять слово окно уже как привычное оно выступает тем самым как икона то есть мы понимаем что действительно окна похожи на глаза потому что мы можем глядеть из дома или глядеть внутрь дома то есть здесь сходство следует из нашего опыта а не из начального названия то есть здесь уже перед нами не схема а икона и наконец если поэт начинает писать стихотворение в котором это слово нужно для создания индивидуальной образности дома например воспевать дом как некое фантастическое многоглазое существо в какой-нибудь поэме то здесь уже речь идет об идоле о формуле нам важно не то что мы можем заглянуть в окна а то что мы опознаем дома по наличию окон то есть нам не так уж важно похоже или действительно дома на фантастические многоглазые существа скорее всего они весьма не похожи но мы принимаем то что сказал поэт благодаря удачной формулировке благодаря формуле в которой мы можем разглядеть дом и его действительная как бы функция на земле что дома вдруг появились они не всегда были там несколько еще десятков лет были одноэтажные дома сейчас десятиэтажные то есть здесь чтобы показать некую некую фантазию фантюм фантазмы как раз нужно переключиться от иконы к идолу то есть к созданию художественных формул а не просто к работе воображения которая достраивает сходство причем такие переключения от воображения к фантазии или же от иконы к идолу они происходят они всегда происходят в культуре например я могу напомнить вам стихот очень характерное стихотворение Боротынского Мадонна сюжет этого стихотворения таков что в некой итальянской глубинке живет старушка с больной дочерью у них нет денег на врача при этом у нее в дома находится изображение Мадонны перед которым она молится о здоровье дочери не плач переменится доля крутая придет к нам на помощь Мадонна святая далеко ее верев тебе укрепит смотри как умильно с холста он глядит и дальше ирония поэта в том что в доме появляется англичанин знаток искусства и узнает что это картина кисти кореджи или его мастерской выкупает ее за большие деньги в результате у семьи появляются деньги на врача то есть разумеется старушка относится к одному старушка англичанин относится по разному произведению старушка к иконе а тогда как англичанин как к идолу для него важна именно формула что он узнает кисть великого мастера сюжет для него уже не важен ему важен некий такой символический формульный смысл что это некая формула настоящего мастерства формула настоящего виртуозности и поэтому он фактически переключает режим восприятия от одного понимания образа к другому у Боротынского конечно мы видим вот такую едкую иронию над современным миром в котором уже чудеса невозможны а возможно только такое туристическое коммерческое употребление и поэтому значит получается что во многом допустим теория ПТМИ она основана на принципиальном смешении этих понятий или если дальнейшие последователи потыбни например в русской мысли как например Павел Флоренский или Алексей Лосев пытались развить эту систему то их противопоставление иконы и идола следовало уже из их религиозных взглядов как христиане они наставили на том что иконы это хорошо а идол это плохо и поэтому что тоже несколько помешало реальной дискуссии по этим вопросам Выгодский не обращается к реальной этимологии этих слов но он указывает на заведомые противоречия причем конструктивные противоречия в природе образа что образ никогда не может быть исключительно индивидуальным или исключительно коллективным опытом что образ он всегда формируется внутри о не только индивидуального опыта восприятия произведения но индивидуального опыта самого произведения то есть само произведение тоже оказывается некая лаборатория, в которой возревает образ, а не только в нашем субъективном восприятии. Для этого Выгодский обращается к одному из важных достижений формализма, а именно введенному Виктором Шкловским, различению между фабулой и сюжетом. Оба эти термина, они не имеют сейчас общепризнанного перевода на европейские языки. Чаще всего, конечно, переводят как фейбл и плот, но так как скорее английская плот, скорее близ же к фейбл, то иногда говорят фейбл и нерратив, или как-либо еще, но общепризнанного, например, передачи по-английски, этого противопоставления фабулы и сюжета нет. Суть противопоставления в том, что Шкловский был одним из первых русских киноведов и тем самым он исследовал строение сценария. Как именно сценарий превращается в произведение искусства, которое мы видим на экране. Нужно заметить, что Шкловский писал еще в тот период, когда далеко не все русские интеллектуалы признавали кинематограф самостоятельным видом искусства. Существовал целый ряд русских интеллектуалов, отвергавших кино, считавших его развлечением, техническим достижением, но не самостоятельным видом искусства. Например, знаменитый знаток и искусствовед и путешественник и писатель Павел Муратов считал, что кино представляет собой исключительно механическое чередование картинок. Следовательно, оно не может нести в себе то сообщение, которое несет в себе образность произведений искусства. И мы видим, что фактически Муратов редуцирует идола к иконе. То есть кино для него это ряд формул запечатлений окружающего мира, которые не обладают самостоятельным стилем, тогда как самостоятельный стиль возможен только в иконе. Например, в картинах старых мастеров, где мы можем сказать, что, например, Италия, изображенная Беллини, похожа на ту Италию, которую мы видим. И вот, по сути дела, проекты, например, Павла Муратова, это были проекты такой иконизации искусства, когда в искусстве для него важны не формулы и не схемы, то есть не способы обобщения и не способы производства нового эстетического опыта, а исключительно вот этот эффект узнавания. Что, например, смотря на картины итальянских мастеров, мы чувствуем себя в Италии, а поехав в Италию, мы видим, что оказались под тем же небом, под которым оказались эти художники. Нужно заметить, что все-таки более старая культура различала икону и идол даже в поездках в Италию. Например, да, есть такой замечательный эпизод из итальянского путешествия Гёте. Гёте в одном из музеев, опять же, в итальянской глубинке, увидел античную статую, и она его так поразила, что он упал перед ней на колени. Смотрительница удивилась и спросила, неужели для вас это святынь? И дальше он заметил, что эта простодушная старушка знает только народную религиозность, то есть почитание икон, и не знает настоящей религиозности, объединяющей высокие сердца, то есть религиозности почитателей красоты. Заметим здесь, что Гёте исходит из того, о чем мы уже успели поговорить на прошлой лекции. Из того, что существует некая чувственность, которая является и наивысшим социальным опытом. То есть чувство – это любовь и дружба. И для Гёте понимать, например, красоту античных статуй могут те, кто умеют по-настоящему дружить. И тем самым реализовывая, например, идеалы благородства в своей социальной жизни, понимают и благородство старого искусства. То есть для Гёте все равно как бы это был некий идол, в смысле формулы, которая позволяет сформулировать лучшее благородство. И, допустим, то есть увидев античную статую, как некий благородный мрамор в виде благородного образа, это оказывается такой вот формулой, ключом к тому, чтобы воспитать в себе благородство. Вот так рассуждал Гёте. Для, например, Муратова, для которого Италия наполнена именно иконами, а не идолами, причем культурными иконами, это уже, как видим, не так. И поэтому Муратов кино отвергал. Шкловский, как революционный мыслитель, наоборот, приветствовал любую новую культуру и новое искусство. Но для него стало проблемой, а как именно такое новое искусство может быть описано средствами старого искусствоведения. Ведь если его описывать как систему образов, как описывать фильм как картину, то перед нами возникнет множество противоречий. Окажется, что, допустим, образы на картине мотивированы замыслом художника. Но здесь образы будут мотивированы тем, что именно камера направлена так-то, а актер или актриса пошла именно так-то. И в этом смысле, допустим, как раз, мы не сможем связать старые представления об идее, как об главном источнике всех художественных решений, включая композиционные и стилистические, и действительно то, что происходит на экране. Поэтому Шкловский предложил различать две вещи – фабулу и сюжет. Причем это развлечение работает, по мнению Шкловского, не только в кинематографе, но и в литературе и изобразительном искусстве. Фабула – это то, что мы называем сценарием или синапсисом, или планом. И фабулы могут совпадать у разных произведений. Ну, например, допустим, ясно, что количество ситуаций, которые возникают, например, в сериалах, то есть в комическом повествовании, достаточно ограничено. И в одних и тех же произведениях будут встречаться, например, одни и те же фабульные моменты. Например, встреча, расставание, узнавание, недоразумение, любовь, ревность, измена и так далее. Это все фабула. Тогда как сюжет, по мнению Шкловского, это вообще способ организации любого материала. И в этом смысле сюжет абсолютно неповторим. Потому что он включает в себя не только развитие событий, но и развитие отношения автора к этим событиям. Например, в сюжет вполне входят лирические отступления, порядок изложения событий, автор как рассказчик и так далее. И поэт, например, Выгодский разбирает по этой модели ряд произведений в своей книге. Например, басни Крылова, Гамлета, Шекспира и рассказ Бунина «Легкое дыхание», как раз настаивая на наличии такого противоречия между фабулой, например, довольно мрачной в случае Бунина, рассказе о всех мерзостях жизни и сюжете, который как раз наоборот говорит о торжестве жизни над смертью. Развлечение фабулы и сюжета до сих пор общепринято в эстетике и оно весьма продуктивно, потому что фабула это всегда она это как раз то, что можно пересказать. То есть, это начальный, по сути дела, материал, а сюжет это и есть настоящая форма этого материала. Вот, допустим, скажем, если брать, например, раннее кино, ну, например, допустим, то, что Шкловский мог видеть, допустим, вот фильмы с Верой Холодной. Один из этих фильмов, например, это был поставлен просто по стихотворению поэта Игоря Северянина «Ты ко мне не вернешься», рассказывающим о мучительном расставании с возлюбленной. Причем с возлюбленной, которая ушла вместе с дочкой от повествователя. И это стихотворение, разумеется, и сентиментальное, и грустное, и мелодраматичное, но это все относится и мелодраматизм, и грусть к, получается, к фабуле, что действительно осталась мать-одиночка, но она сказала, что с поэтом она не может жить, что ей надоело, и так далее. Вот. И получается, что даже мелодраматизм оказывается на уровне, можно сказать, вот такого вот, значит, такого вот фабула. то есть определенного рода вот неких подобий, икон, или же таких вот воображений. То есть мы можем представить, что, наверное, действительно женщине тяжело, даже если мы не знаем эту женщину. Тогда как что происходит в фильме? В начале и в конце там как раз появляется сам Игорь Северянин, который читает стихи, то есть это документальная съемка, а в середине Вера Холодная как раз играет эту несчастную женщину, ее душевные муки и страдания. То есть сюжет начинает включать в себя отношения поэта ко всей этой ситуации, и мы верим, что ситуация может быть как-то преодолена, что это там несчастье это еще не конец. То есть введение сюжета позволяет действовать уже не нашему воображению, только сочувствующему этой женщине не только иконе, но и фантазии, идолу, то есть некой формуле. То есть мы начинаем представлять себе некое целое, в котором люди до конца несчастными стать не могут. Или это бы назвал бы, допустим, если бы это разбирал бы Лакан, о котором мы говорили в первой части лекции, то он бы как раз здесь тоже бы увидел связку. реального, символического и воображаемого. Он бы сказал, что реальным является здесь ссора, что символическим является стихотворение, то есть попытка рационализировать эту ссору, попытка каким-то образом сказать, стихотворение. Ссоры это всегда нечто, начало новой жизни и новых отношений с людьми и поэтому требует трансгрессии в виде стихотворения. А тогда как символическим он бы назвал вот это появление самого поэта, что в любом случае о ссоре мы знаем только значит только благодаря этому поэту. И следовательно благодаря вот этому символическому так сказать фантазийному мы можем сказать, что все может повернуться по-другому. Речь идет не только о том, что ссора подала повод к написанию стихотворения, если бы была только связка реального и воображаемого. Но и то, что это ссора и само стихотворение оказываются частью какого-то более сложного жизненного процесса, в котором есть некоторая борьба таких двух противоположных планов. Как это всегда Выгодский и описывает. Выгодский бы это описал так, что с одной стороны есть план ссоры, которая не может быть преодолена ничем, потому что ясно, что написание стихотворения про ссору только эту ссору усугубляет. Уж тогда после стихотворения женщина никогда с поэтом не помирится. Но есть и другой план, в котором мы поэт, и женщина, и зрители, и слушатели оказываются частью вот такого большого сюжета, где как раз всякого рода ссоры является эффектом некоторого настроения, и следовательно перемена настроения в системе как в целом она прекратит ссоры. И все скажут, как же глупо было, что мы поссорились. То есть в любом случае оказывается движение крайне пессимистического плана и наоборот крайне оптимистического плана. Согласно Выгутскому как раз катарсис возможен не благодаря нашему воображению только значит благодаря тому, что мы воображаем, что может дальше повернуться все по-другому, но и некой фантазии, что мы можем представить это и символически, как некоторую часть целого. Мир, в котором люди ссорятся и вновь мирятся, потому что настроение оказывается движущей силой в сравнении с тем, что происходит на уровне отдельных событий. Точно так же Выгутский объясняет и конфликт Гамлета, что для Гамлета этот конфликт происходит внутри него самого, то есть он понимает сцепку событий, что он должен стать мстителем, совершить в общем-то акт кровной мести, но с другой стороны, он прочитывает это не только воображением, но и фантазией, видит не только некое подобие иконы, некое правило кровной мести, но и видит некоторую формулу, в которой месть приведет только к еще более горестному развитию событий. И только когда он чувствует, что он не отомстить не может, что уже вся сама природа требует возмездия, он начинает только тогда мстить. То есть сомнение Гамлета, согласно Выгодскому, это не его психологические реакции, скажем, его нерешительность или колебания, как понимали многие зрители Гамлета, а это наоборот, это способ понять действительность самой природы, вообразить собственную природу как целую. И только когда Гамлет понимает, что он мстит не в результате порыва, а в результате того, что иначе просто вся его доля проклята, и у него ничего не получится, что он уже обречен на некое не быть, а не на быть, что он окажется таким позором для всего рода, если не отомстит, только тогда он начинает мстить, и причем мстить не вполне удачно. И собственно, почему он убивает Полония, потому что Полоний пытался постоянно подменить разговор, разговор о природе человека, разговор о там исключительно о фабульном там содержании событий, о том, как можно на уровне фабулы Гамлет просто будет действительно полусумасшедшим. Ну вот, примерно так это все происходит. Как дальше психология искусства работает с данными искусства. Мы, наверное, уже поговорим в следующий раз. Как раз нам время заканчивать. Лекция истекает. Спасибо. Тогда после перерыва семинара.